Доброго времени суток YouTube! Уважаемые видео слушатели моего канала! И сегодня будет видео, которое по всей видимости будет посвящено таким местечковым делам, культуральным особенностям города Новоуральска. Непосредственно лаборатория находится в городе Новоуральск. И соответственно хочу рассказать вам одну историю. Замечательный маленький городок на Среднем Урале. Является он закрытым учреждением. То есть закрытое образование, связанное прежде всего с атомной промышленностью. Обогащением урана, источниками ионизирующего излучения и так далее. Известен всему миру, поставляет свою продукцию на буквально все мировые атомные станции. Ну и так далее. Видно, что город основан в 1954 году. Вот на этой картинке вам, наверное, не видно. Но статус города здесь вот на знаке. Это вот перед въездом в город. Такой мост большой. И тут цифра 1954. То есть работали здесь академики Коэн. Приезжали неоднократно руководители нашей страны. В общем, Берия, Лаврентий Палыч создал этот город. Таких городов немного у нас в России. Порядка чуть меньше десятка, наверное. Железногорск, Новоуральск, Ангарск и так далее. Но не об этом сейчас речь. Сейчас речь идет о Новоуральске. Я абсолютно серьезен в этом видео. Не подумайте, что я там что-то издеваюсь или еще что-то. Значит, существует предприятие Уральский акархимический комбинат. Вокруг него город Новоуральск, поселок Верхний Ивенск и так далее. И, собственно, болит душа за город. В каком смысле? В том плане, что хочу внести свою лепту в так называемую и сейчас очень популярную, развиваемую в народе, на предприятии, в частности, на УХК Уральском акархимическом комбинате, так называемая система ПСР. Кто знает, тот меня поймет. Все знают, как это расшифровывается в народе. Вот эта аббревиатура ПСР. Очень весело и смешно она расшифровывается. Кому интересно, погуглите. Вот такая производственная система Росатома. Я, в общем-то, не связанный с этим предприятием человек непосредственно. Но, тем не менее, болит душа за то упущение, которое я вижу буквально ежедневно. Дело в том, что люди, участвующие в этой системе, включенные, воцерковленные в эту систему на предприятии и в городе в целом, они меня прекрасно поймут. Речь идет о пропускной системе. Город закрытый. Каждый его житель, начиная с 10-11 лет, имеет пропуск. Вот здесь он такой обезличенный в фотошопе. Примерно так это выглядит. Там фотография, фамилия, имя, отчество. Ну, понятно. Обычная пропускная система, как на предприятиях, в стране и так далее. Тут целый город с 100-тысячным населением. Хотя в последнее время, говорят, 80 тысяч, кто-то называет цифру. 64 тысячи населения. Город умирает. Молодежь уезжает. 70 километров до Екатеринбурга. Город дожития. Город пенсионеров. Смерть медленно подкрадывается к этому городу. Город закрытый. Город образующие предприятия АУХК, включенные в систему Росатома, ТВЛ и так далее. Так вот, хочу внести свою лепту в систему ПСР. Значит, буквально мой друг поехал. Значит, я сидел рядышком, даже не рядышком, на заднем сидении автомобиля его. И мой друг, значит, водитель, мой хороший друг, знакомый, поехал, значит, за город. Мы с ним едем, достаем пропуска. И там стоит мужчина. У меня есть несколько видео о маленьких Наполеончиках. Да, то есть каждый человек там охранник в банке, охранник в ПФР, в пенсионном фонде, еще что-то. Значит, вот сидят такие охранники, как правило, это, значит, закончившую свою карьеру полицейские, милиционеры. Они устраиваются на эти должности, сидят охранниками. Каждый из них имеет себя Наполеончиком. Видео такие я уже записывал. И вот, значит, стоит такой Наполеончик на пропускной системе, на заборе. Да, то есть город окружен забором, как я уже сказал. И вот он стоит, проверяет пропуска. И поскольку у нас несколько человек в автомобиле сидит, водитель, там еще три человека помимо меня. Мы все свои пропуска передаем водителю. И он начинает открывать дверцу, не дверцу, а окошко открыл полностью, значит, этого нашего автомобиля. И начинает показывать в связи с системой пропускной коронавирус. Охранник стоит в перчатках, в руки пропуска не берет. Раньше просто в руки подавали, охранник раздвигал, если их там было два, три, четыре, пять. И смотрел эти самые пропуска. Сейчас они в руки их не берут. И он начинает их смотреть. Тут такая ситуация, что он берет вот эти пропуска. Нас четверо человек. И он начинает ему показывать, раздвигать эти пропуска, чтобы охранник увидел вот такой вот пропуск. То есть на всех четверых, на каждого посмотрел в машине, в салоне автомобиля. И, соответственно, посмотрел фамилии, имя, отчество, там, слечил фотографию, личину, как говорится, посмотрел. Ну и в конечном итоге пропустил нас. Значит, и он такой Наполеон, значит, показывает недовольный такой Наполеон. Мой друг подает и раздвигает эти пропуска, держа их за кончики, уголки вот этих пропусков, как карты, раздвигает их. И вот охранник начинает матом ругаться. Говорит, что за люди, значит, как вы вообще можете. Я не вижу. Он просто вот как карты за кончики так раздвинул. Они веером, у него там четыре пропуска. Мой друг их держит, значит, за кончики. Значит, охранник говорит, вот надо так держать, вот так держать, вот так держать. В общем, мы едем на рыбалку. Четверо ребят, да, четверо мужчин поехали на рыбалку. Вечер, то есть после работы, времени 7 часов, вечерний клев, хорошее настроение. Значит, и вот он, значит, на нас матом кричит. Что значит, вы знаете, я считаю, он абсолютно прав, этот охранник, этот маленький Наполеончик. Прошу меня сразу простить за это выражение, но тем не менее, да, то есть по-другому его никак не назвать. Хочу подчеркнуть, что я совершенно серьезен в этом вопросе. Я не издеваюсь там, нисколько там, ничего. Вот он работает, выполняет свою работу, все правильно, да, то есть как бы он строг в некотором смысле. Но есть инструкции, по этой инструкции он в перчатках, не берет пропуска в руки в связи с коронавирусом. Но требует, чтобы вот ему раскрыли эти пропуска каким-то образом. Но мы-то люди мирные, гражданские, это он военный человек, живет по инструкции, этот охранник, пропускник. А мы с комбинатом не связаны, не ознакомлены с инструкциями, не знаем как. Я так предполагаю, что упущение допущено непосредственно руководством города, комбинатом, в рамках системы ПСР необходимо издать какое-то постановление, инструкцию написать с картинками, с примерами, как это любят наши заокеанские партнеры делать. Чтобы было четко описано, каким образом, за какой кончик, или как-то там прямо, или сбоку, или за как карты держать, еще как-то. Чтобы четко можно было понять, как держать этот пропуск при предоставлении его от охраннику, да, то есть на зоне. Соответственно, я считаю это немаловажным и предлагаю внедрить на полном серьезе эту систему и ознакомить под роспись всех жителей нашего 60-100 тысячного города. Чтобы мы четко могли понимать, как значит, еще раз хочу подчеркнуть, но это слово произнесу все-таки. Я не издеваюсь над этим всем, но это просто надо упорядочить. Уж хоть у нас порядок в такой стране, впереди нас ждет еще больший порядок, еще лучшее состояние самочувствия всей Российской Федерации в целом во всех вопросах медицины, образования, политической, экономической ситуации, с введением новых мер по защите граждан от различного рода инфекций, коронавирусов, предстоящим выходом на парад 24 июля, выбором Конституции, принятия новой Конституции Владимира Владимировича Путина, большое-большое упущение, что нет узаконенной, утвержденной инструкции по поводу того, как необходимо держать город при предъявлении его в городе Новоуральске. За какой конец, каким образом, какими пальцами, большим, указательным, средним, сбоку или сверху, или еще раз прошу меня простить, повторюсь, или же как карты его развернуть, если там их 2, 3, 4 пропуска, прямо с комиксами, с картинками, чтобы можно было понять, как это необходимо делать. И внести кому-то из руководителей высшего звена такое предложение в систему ПСР комбината, как градообразующего предприятия, как основного объекта защищаемого этой системы охраняемой, чтобы это было упорядочено, чтобы было четкое понимание, как жителям города держать вот эти самые пропуска. С 1954 года город существует, вот это огромное упущение, что мы не знаем, как их надо предъявлять. И включить это в ПСР всех жителей города Новоуральска, ознакомить под подписью, ознакомить с принципами, значит, этой производственной системы Росатома, чтобы было полное понимание всего, чтобы порядок был. Мы любим порядок, мы любим Владимира Владимировича Путина, мы любим то, что нам предстоит снова сейчас, значит, поучаствовать в утверждении уже утвержденной Конституции Российской Федерации, чтобы мы четко понимали, каким образом мы должны жить. И вот этот немаловажный ежедневный контент нашей жизни, предъявление вот этого пропуска на проходной системе, мне кажется, чрезвычайно важным. И такое мощное, казалось бы, на поверхности лежащее предложение, мне кажется, должно давно быть издано, утверждено, и каждый житель ознакомлен под роспись с этим всем. Я вполне серьезен полностью, поэтому порядок должен быть. Вот такая вот у меня идея такого предложения возникла. В связи с тем, что надо понимать, как говорят, сейчас любят говорить, надо понимать, что такое, значит, и как это все должно выглядеть. Вот такое у меня предложение в рамках ПСР. Благодарю. Я хочу, чтобы вы восприняли это видео с должной степенью критики, понимания, осознанного понимания того, чего я хочу сказать своими словами. Прочитать между строк то, о чем я говорю. Это очень важно, потому что то, о чем я говорю, бред собачий. А вот то, что я хочу и подразумеваю донести до вас, мои уважаемые видеослушатели, надо читать между строк. Россия вперед, как говорится. Благодарю за внимание и удачи вам.